Вот полюбить, полюбить как боксера, как спортсмена. Не просто приходить на кого-то болеть, а приходить на того человека, которого ты еще с юниорским. То есть это тоже такой хороший маркетинговый боксерский ход, я бы сказал. Да, вы знаете, так иногда получается, что хороший юниор, переходя в взрослую группу, у мужчины теряется. И наоборот, юниоры, которые в юниорском спорте, в молодежном, не показали ничего, переходя в тот, кто засягают всего. Примеров таких масса. Вот есть же некоторые спорты говорят, что у тех же хоккеистов, он 20 лет не заиграл, не беда, он заиграет в 25-30 лет. У боксеров можно так говорить, что когда-то есть такой самый золотой возраст, когда он должен, он может, он обязан. После этого уже не тяжело. Ну, конечно, расцвет такого серьезного любительского бокса настигает где-то в 23 года, 24-25. Ну, хотя вообще это так все субъективно. Мы знаем много чемпионов, которые именно достигали, переходят только сразу с юниоров, 19 лет. Тут тот же Костя Дзюм, мы вспомним много, много у них. И наоборот. То есть такой тенденции нет? Конечно. Арат Хаматов, который именно, именно уже когда ему было 27 лет, он стал чемпионом мира. А вот пока у нас, Арман, вы представляете, сначала представляете боксеров. У нас Лепихин Кирилл, город Тюмень, 98-го года рождения. На всем уголном представителе Крыма Шираков Дмитрий, победитель первенства Крыма, участник первенства России. Два молодых спортсмена. В этом году, к сожалению, они проиграли на первенстве России, не добрали сюда медалей. Но это боксеры очень хорошего уровня. Это перспективные спортсмены, которые в будущем могут занять лидирующие позиции в своих регионах, в Тюмени, в Крыму. Это для них хороший экзамен. И опыт как раз таки, да. В этом бою мы тоже увидим совершенно разные манеры. Ну вот то, что так много зрителей, знаете, то есть одно дело там провели, да, товарищеский матч, там поединок, где-то вот в зале в небольшом день никого нет и здесь. То есть здесь же другие даже все равно какие-то качества все равно тоже берут вверх, да. Умение мобилизоваться, умение отвлечься полностью, сконцентрироваться. Вот от того, что вокруг тебя вот эта вся вот шумиха, так называемая, внимание, да? Да. Психологическая устойчивость, так называемая. А еще давайте поговорим о том моменте, когда ты проиграл, и ты должен пожать руку своему сопернику. Даже и моральное воспитание спортсмена. То есть мы уже говорим и о джентльменстве каком-то, да? Бокс это очень благородный вид спорта. Запрещенные удары ниже пояса. Нельзя бить по затылку, нельзя бить открытой перчаткой. Это воспитание. Да, еще вот, по-моему, вот этой частью нельзя бить, как это вот. Тыльной стороной. Тыльной стороной, да, да, да. Я правильно не знаю, как назвать, но я тоже смотрю, да, не вижу. Очень жестко так наказывается. Очень здорово сейчас прошла контратака в исполнении Лепихина и Кирилла. У Анатолия Ивановича Дедюхина, да? Чувствуется школа, да, у Анатолия Ивановича. А вот Анатолий Иванович сидит там, среди почетных гостей, не секундирует, кричит, подсказывает, подсказывает Анатолий Иванович. Ну, конечно, он не сможет удержаться. Это по-другому, да, воспринимается там? Конечно, по-другому. Я не помню, чтобы Анатолий Иванович сильно кричал, когда он ходил в своем углу. Обычно он излучает такое интеллигентное терпение, вечно выдержанный. Сколько Анатолий Иванович работал тренером? Ой, наверное, всю жизнь. Наверное, просто всю жизнь, наверное. Он столько людей воспитал, столько воспитанников уже. Я помню, тут старый еще зал в Прибое, такой маленький, узенький, высокий, там все в дереве, в таком лакированном, старом. И тем не менее, там столько народу, когда придешь, там не пробиться, к рингу не пробиться. То есть, традиции очень хорошие, да. Опять-таки, то, что сейчас много пришло болельщиков, которые занимались боксом, любят этот вид спорта. Ну, еще давайте вспомним, что очень многие знали люди лично, Марата Латыпова. Здесь много пришло людей, которые знали его как личность, а не как только как боксера, которым очень много помогал в жизни. Ну, это, наверное, как раз и есть вот тот результат, тот итог, что человек работал не зря, жил не зря, понимаете? То есть, вот эти люди, которые пришли, это уважение еще и этим отдают. То есть, дело-то, понимаете, получается, не зря было сделано. Вот сейчас понимаешь это. Спорт объединяет, объединяет совершенно родных людей. Сейчас едва не улетел, да, между командами, то есть, ну, подскользнулся, мне кажется, сюда. Да, удачная контратака в исполнении Кирилла. И Дмитрий Шоков, да. Четко провалил, да, не успел за ним, Дмитрий. Как раз вот получается, что Кирилл занимается с 7 лет, и такой, ему сейчас 17, и вот получается, из 10 лет как раз и пришел то, что мы с вами говорили. Да, это самый оптимальный вылазок для занятия боксом. А вот есть какой-то, знаете, такие, вот этих мальчиков лучше не отдавать, бокс или, наоборот, вот этих отдавать, то есть, какие-то предпочтения, что стоит? Или надо приводить всех, именно бокс воспитает и мужчин, воспитает и человек, и джентльмена, вот мы уже говорим. Мы говорим о том, что именно бокс может воспитать любого спортсмена, с любыми мафлиническими данными, с любыми какими-то своими характеристиками. Не всегда приходят в бокс такие бойцы, иногда приходят ребята, которых физически они не радуют, немножко трусоват, именно бокс закаляя, и делает трех мужчин. Примеры таких тоже очень-очень массивные. Бокс чем прекрасен, потому что ты можешь быть хиршим, можешь быть смелым, можешь быть отвлажным, можешь быть расчетливым, можешь под каждой своей чертой характера, под каждой своей данной, ты можешь подобрать манеру, к которой мы привезли тебя бокс. Ну, я помню, что у многих вот ребят беседовал, даже вот, ну, те, кто уже много чего достигли, боксеры, они говорят, я пришел сначала в бокс, чтобы научиться драться. Многое, а потом, и сейчас это люди такие миролюбивые, спокойные встречаешься, и он с иронией это рассказывает, даже смешно. Понятно, что он это самое за себя поставить может, но это не значит, что он там, знаете, чуть-чуть побежал, махать кулаками, намного рассудивительнее, намного тактичнее, дипломатичнее, то есть и это тоже дает. Ну, знаете, всегда ходили легенды по поводу того, что бокс – это интеллектуальный вид спорта, это сильно так. У нас тренера проверяли дневники и учебы, и с классом руководителя встречались, вот здесь тоже на наше соревнование присутствует класс руководитель Марата Латыпова, это тоже неспроста, хотя он там явственно был хулиган, там, боксер. Все эти вещи, но всегда учились хорошо. И вот Сынский спортивный союз, ребята, которые представляют, они у нас учатся, все, как правило, учатся в высших учебных заведениях. Если мы говорим не кулакчике, там, или там, апердамове, ребята окончили, нефтегазовый, инстуристической культуре, ребята. То есть, однозначно, что бокс – это интересный вид спорта, которым голова, мозги, ум решают очень много. Ну, сейчас проверяют дневники тоже, как вы думаете? Лично я проверяю. Да? Лично я проверяю. Похвально, похвально. Так, у нас идет второй раунд, насколько я понимаю, и чуточку небольшое преимущество тюменского боксера, но это все все-таки юниорский бокс, есть юниорский. Сошлись клинч, обменялись ударами, все переменилось. Да, могут подсесть физические данные, кондиции, да. Но сейчас однозначно мы смотрим, Кирилл превосходит во всех фазах боя. Анатолий Иванович, подсказывают, Анатолий Иванович, Едюхин, подсказки, я буквально отвернулся, посмотрел. Своевременная подсказка, да, стоит очень дорого. Роман, слышит, да, вот боксера на ринге? Опять, все очень индивидуально. Есть спортсмены, которые просто под копирку все исполняют. Есть те, которые сами принимают решения, есть те, которые вообще не слышат. Подсказка может, с одной стороны, мешать, с другой стороны, это может быть просто эмоциональный заряд, услышать голос родного человека, а может и просто какая-то техническая подсказка может сработать. Поэтому в боксе все так очень шатко, все нюансы всех не назовешь, все очень важно. Что-то неисправно с шлемом, я смотрю, надо расстегнуться шлемом. Ну, это, как всегда, шлема, которые сейчас фирмы «Дидатство», они недолжного такого, как бы, недостаточно хорошо рассчитанные, поэтому это обычное дело. То есть это не какой-то ход тактический, ничего? Вот и одна из того, что именно отказали от шлемов, потому что время поединка частенько такие вот шлема слетали с головы. Поэтому вот мужчины отказались именно от шлемов, это одна из, как бы, один из причин было. Карман, а сколько вот в Российском Союзе вот ребят занимаются? То есть есть какая-то статистика? Вы знаете, ну, статистика такая есть, я, о, смотрите, четко навстречу пробил Кирилл, четкое попадание. И хорошо перешел в атаку. Он почетче, мне кажется, просто почетче, да, поэтому... Во всех фазах боя, да, все видят, и в атаке, и в контратаке. Заряжен, заряжен. Можно так сказать, что он более заряжен на победу? Заряжен, раз, техническое происходство, два. Классом повыше Кирилла, однозначно. Хотя одного возраста, ребята, да, получается? Нет, боксом занимается Дмитрий четыре года, а Кирилл семь. Ну, это вот сказывается, я так скажу, что... Казалось бы, это самое... Что, небольшая разница в занятиях, но, тем не менее, это чувствуется. И так у нас закончился второй раунд. Я так думаю, что он как раз и остался за Кириллом, и он еще больше подчеркнул преимущество тюменского боксера. Однозначно, да, однозначно. Можно было бы сказать, что... Если сейчас он устанавливает бой, я думаю, Кирилл уже победил. Не будет, значит, и выгодить. Ну, еще мы забыли о наших судьях, которые уже выгодят соревнования. Да, в Орловке, где у нас судья между категорией города Ишима Андрей Гриушин. Да, как раз я про него и говорил, что да. Ну, судья же, это же и тренеры, да? Это вот он здесь, он, судья, приезжает домой к себе, и он... Не всегда. Не всегда, да? Раньше это было как за правило, но сейчас, слава богу, не может тренер объективно оценивать поединки, что там он говорит. Вы говорите, что он все-таки где-то симпатизирует кому-то. Конечно, да. Кому-то нравится одна манера, вторая, и все-таки это сказывается. То есть должен быть институт профессиональных судей, чтобы быть объективным, чтобы быть четким. Сейчас у Федерации бокса он создан, да, наши судьи очень высокой квалификации, очень ценятся наши судьи на международной арене. Сможет сейчас, интересно, вот Дмитрий переломить ход поединка, потому что тут однозначно он уступает. Обязан, да, надо форсировать, конечно. Иначе победы в этом бою ему не видать. Смотрите, когда очень рационально, очень заряженно подошел Кирилл. Смотрите, успешная атака прошла. Поединку, и вот мы смотрим, да? Не подпускает его тут, я уже смотрю даже, да, особенно на экране это видно, на мониторе, что вот, насколько дистанция больше. То есть здесь вот так мы смотрим, ее не видно, на дистанции держит, не дает подойти, да, и встречает его. Лишь бы не заигрался. Есть такое выражение, когда боксер после успешных каких-то атак, не хватает опыта, немножко раскрывается, немножко успокаивает. Эйфорично может быть, да? Да, может быть, да. То есть, я вроде как доминирую, там выигрываю. Да, да, я могу немножко успокоиться. И отпустить боксера. Это может сказаться на результате поединка. Я, вот, немножко о другом скажу, что вот помню, считали, что в Тюмени был всего один ринг, одно время, когда было совсем плохо с боксом. Сколько сейчас в Тюмени рингах? То есть это же тоже говорит о том, сколько точек, сколько возможностей. Очень, очень сильно развивается бокс, да. У нас много профессиональных именно залов в Тюмени. Я работаю один раз, со мной высокая квалификация. Но я говорю о том, что результат, конечно. А я даже в Фитбере видел фитнес-клуб, там тоже ринг стоит. Ну, бокс популярный вид спорта. Что меня удивило. Сейчас очень много женщин занимаются, занимаются непрофессионально, занимаются для себя. Очень много здоровительных программ, фитнес-программ, которые осуществляются именно благодаря боксу. То есть тут же вестибулярный аппарат, да, там… Ну, пожалуй, самое главное – это уверенность. Нет, для себя заниматься, да? Да, уверенность, которая именно позволяет именно бокс. Именно потянуть свои какие-то физические кондиции. Просто где-то повышение самооценки. Ведь спорт-то универсален, может, нельзя закончить какое-то время. Вот четко тебе стукнуло там 30 лет, все, вешай перчатки на гвоздь, так ведь? В любителях есть ценз, возрастная группа. До 42 лет сейчас вели. То есть могут боксеры-любители быть до 42 лет. А в профессионалах, конечно, самая главная ценка – это здоровье. У нас одно время в Тюмени, помните, да, одно время профессионалы настолько сильно, что народ массово бежал в профессионал. Даже здесь, в Тюмени, я помню, это вот время было такое, когда постоянно… Было очень модно, да. И очень, да, вот очень модно, очень хорошее слово, которое четко характеризует. Как сейчас? Ну, тогда не знали, что такое профессиональный бокс. Казалось, что такое… И деньги, да, деньги. Да, да, потекут ручьем. Да, потекут ручьем. Были уверены, что первые бои была такая. Потом, когда столкнулись с более серьезным уровнем, конечно, это очень тяжелый спорт, а очень… Я помню, и во дворце спорта проводили, и в цирке проводили, где только не проводили эти… И на верхнем бору много где проводили. Едва ли не каждые полгода у нас проходили профессиональные бои. Очень сложный вид спорта профессиональный бокс, который отнимает здоровье очень много. Ну что, Роман, резюмируете? Ну, однозначно красный угол. Это Лепехин Кирилл. Я думаю, я ставил он шансы все-таки Дмитрию. Чего не хватило вот у Дмитрия? Я думаю, простого опыта. Кирилл более такой боксер, который понюхал пороху. И результаты, он победил федеральный упруг неоднократно. Да, да, вот тут несколько лет подряд. Спорт-океады, да. Ну и звание как-то боксера спорта. А у Широко Дмитрия только первый раз. Ну что ж, я думаю, что Дмитрий Сетошев актив занесет, пусть и поражение, вот именно эту встречу. Да, конечно.